Мы живем в страшное время, время, когда человеческие отношения, то, на чем мы всегда строили свою собственную идентичность, представление о том, что такое хорошо, что такое плохо, что справедливо, что несправедливо, и они подвергаются коррозии. И, к сожалению, все меньше и меньше можно рассчитывать просто на человеческое слово, на честность, на доверять очень сложно теперь, потому что вы все время находитесь в этом смысле в зоне риска. И вот что важно понять. Вообще в обществе всегда существует процент людей, он не очень большой, но достаточный, порядка, наверное, трех, может быть, семи процентов, где-то в этом разбеге, для которых совершенно человеческие качества, доброта, честность, порядочность, они не свойственны. И в обычном, как бы, прежнем мире такие люди, они боялись действовать плохо, потому что их могли тут осудить, взять за шкирку и так далее. В современном мире это, к сожалению, перестало работать. В значительной части из-за цифровых технологий, в значительной части из-за того, что нет такого социального осуждения, некрасивых действий и так далее. Вот. Но я вот хочу сказать всем, кто настрадался от этого дела, кто сталкивался с этим или агрессивным мошенничеством, или каким-то шантажом, я не знаю, с... Ну, я думаю, вы догадываетесь, какие бывают истории. Мы живем вообще, люди нормальные, с чувством, называется, презумпция доверия. Хороший человек исходит из конструкции, он проецирует на других людей, что они не хотят причинять зла, что они в целом добрые, хорошие, порядочные люди. И это правда, но для 93-97%. И это хорошо, что у вас есть презумпция доверия. Вы хороший человек, если это так. Но да, к сожалению, наше общество перестало оперегать нас от мошенников и прочих вурдалоков. Это неприятно. Это значит, что мы должны быть в десять раз осторожнее, чем были когда-то. Но это не значит, что мы должны сами себя корить, считать, что мы какие-то неправильные. Мы правильные, а они уроды. Вот такие дела. Продолжение следует... Продолжение следует...